Породистые бычки и бараны особой ордобасинской породы, красавица-халтикильц и образец современной теплицы. Продукция, выпускаемая в Южно-Казахстанской области, образцы сельхозпродуктов, которые выращивают дихкани Сайрамского района. Все это можно было увидеть на мини-выставке достижений народного хозяйства Южно-Казахстанской области. Развернулась выставка на площадке ТО «Далафрут Кейзет». Увиденное главе государства понравилось настолько, что он шутил. В таком приподнятом настроении Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями интеллигенции. В ходе встречи соправшиеся обсудили программную статью главы государства «Модернизация общественного сознания». Так известный казахстанский писатель Мархабад Байгуд назвал статью документом, в котором назрела необходимость. Настало время менять самосознание, возрождать духовность. И ваша статья, Нурсултан Абишевич, более чем своевременно. Вы призываете отказаться от излишеств, и это очень правильно. Тем более у нас на юге, когда иные еле сводят концы с концами, очень много излишних травм. Коснулись и темы, которая в последнее время вызывает очень много споров – переход на латиницу. В этом плане педагоги юга полностью поддерживают инициативу главы государства. В свою очередь Нурсултан Абишевич подчеркнул. «Переход на латиницу – это не какой-нибудь каприз, это требование времени. Когда я в статье говорю о конкурентоспособном государстве, мы говорим о конкурентоспособном каждом граждане. Особенно наши дети. Они стали детьми планеты. Они везде. А чтобы в любой другой стране адаптироваться, ему надо знать международный язык, правильно? А международный язык становится английским. Потому что именно на этом языке идет научно-технический прогресс. И в медицине, и в технологии, и в технике. А в чем это? Латиница, по словам главы государства, создаст лучшие условия для изучения казахского языка. Казахский язык, в смысле грамматики, он не такой простой. Английский язык легкий, чем казахский, для изучения. Такие развороты, повороты есть. Затронули и вопрос опасений, которые высказывают противники внедрения латиницы. Есть какие опасения, я слышу. Первое, опасения наших творческих работников, людей, писателей. Они говорят, ну вот мы на Кавильце писали, теперь наши книги, и все останутся в стороне, никто не будет знать. Но они не учитывают современность. Компьютерный подход к этому вопросу, создание специального портала, автоматом переводят это все. Никаких проблем нету больше. Однако переход на латиницу вовсе не означает полного отказа от кириллицы, подчеркнул глава государства. Это движение прогресса. Третье, не отойдем мы от кириллицы и забыдем русский язык и культуру. Это невозможно для казахов. Это увеличение, расширение наших взглядов на мир пришло через русский язык. Через русский язык мы изучили мировую культуру, мировую технику, технологию. Он всегда останется с нами. Но, допустим, армянский график осталось, как было. Они пишут на своем. Грузины пишут на своем алфавете. Однако они же не оторвались, не забыли. Поэтому чем больше язык человека знает, тем больше он считается интеллектуальным. Поэтому это опасение напрасное. Россия у нас большой сосед. И нам Богом данный сосед. И мы всегда будем рядом, мы будем всегда сотрудничать, мы будем партнерство, союзничество будем развивать. Поэтому все опасения, они доказуемы. Говоря о большом отставании в плане технического прогресса, глава государства отметил и даже пошутил. Посмотрите, мы готовим врачей, каждый год на 15% меняется наука в медицине. Каждый день сообщают об открытии. Наши врачи не знают английский язык. Они не могут читать напрямую публикации новейших достижений в медицине, чтобы лечить человека. А чтобы он пришел на переводе на русском языке, проходит 5-7 лет. Вот что такое язык. Очень просто. Если мы каждый год будем отставать таким образом, мы вообще никогда не догоним никого. Догоним и перегоним Америку эту. А через 10 метров ГАИ ставил. Не уверен, не обгоняй. Сулово. А почему, говорит, мы не обгоняем? Так, говорит, не хочется голую задницу показывать американцам. В заключении встречи Нурсултан Назарбаев напомнил об огромном туристском потенциале области, отметив, что в Южно-Казахстанской области можно развивать различные направления. Главное – создать инфраструктуру. А красивых и необычных мест в области много. В свою очередь, представители интеллигенции пригласили его на Шубай-Козл. На что глава государства отметил страсть шимкенцев к определенной букве алфавита. Саида Турсуметова, Талгат Абдинабиев, Алибек Умербеков. Информационная служба, телекомпанию «Отарар». Это комфортная служба, телекомпания «Отарар».